Приморский краевой суд снял арест с косаток и белух. Фирмы, которые владели морскими животными, проходили по статье уголовного дела о незаконной добыче биоресурсов. Какое будущее ждет китов, расскажет Борис Максудов. 10 косаток и 90 белух провели в центре передержки почти два месяца. Все это время в уголовном деле они значились как вещественные доказательства. Накануне животных официально освободили, то есть сняли арест. Биологи и ученые теперь спорят, что делать с ними дальше. Их нужно выпускать и они безусловно смогут адаптироваться и выжить в естественной среде. Возможно, выживут не все, потому что это сразу нужно признать, конечно. Но их судьба в океанариумах все равно намного хуже. В любом случае хуже, чем в нормальной среде обитания. Большинство арестованных судом млекопитающих молодые особи. Центр, где сейчас находятся пойманные белухи и косатки, экологи называют китовой тюрьмой. Вольеры слишком маленькие и неглубокие. Попасть на территорию долгое время не могли ни журналисты, ни экологи. За судьбой арестованных животных следили даже в Кремле. Эти животные сейчас находятся уже достаточно давно в арестованном состоянии. А при этом эти животные должны двигаться, чтобы согреваться. И фактически они там замерзают. Мы знаем о том, что сейчас это очень активно обсуждается темой. И мы как раз имеем в виду обратиться к избранному губернатору. Приморье, может быть, чтобы он этим позанимался. К сожалению, законодательно подобный вылов белух никак не запрещен. Владельцы центра уверяют, база успешно работает уже пять лет. Ровно столько компания занимается официальным выловом этих млекопитающих. За это время пойманные в Охотском море белухи и косатки пополнили многие российские и зарубежные океанариумы. У нас жили косатки и белухи больше года на этой базе. У нас там хорошая база, специалисты хорошие. Водолазная группа, которая каждые два часа обследует. Но у нас специальное оборудование есть, чтобы у нас свежая рыба заготовлена на год вперед. Пикеты против деятельности рыболовецкой компании прошли еще в ноябре. Активисты тогда требовали отпустить на свободу пойманных белух и косаток. Якобы их должны были продать китайским дельфинариям. Рыбаки заявляют, что зоозащитники действуют по указанию неких американских конкурентов. Мол, те сами хотят поставлять такой выгодный товар в Китай и пытались сорвать сделку. Под эгитой Гринписа, зеленых, американцы, можно сказать, объявили нам экономическую войну. В наших внутренних морских водах преследовали наш промысел, пытались всячески помешать. По российскому закону продавать косаток и белух нельзя, но тот же закон не запрещает их вылавливать с небольшой поправкой. Для научной и просветительской деятельности владельцы уже заявили, закон не нарушали, а значит белух и косаток будут готовить к отправке в дельфинарии. Основная проблема для, так сказать, юридической, это то, что эти животные по-прежнему находятся в собственности российского государства. И отловщики, которые их поймали, они, собственно говоря, владеют с правом распоряжаться на территории России. Экологи настаивают, млекопитающих нужно отпустить, но для этого тоже понадобится время. Так много молодняка этих китообразных еще никогда не держали в заперти. Так что, несмотря на официально снятый арест, зимовать животным придется в неволе. Борис Максудов, Ольга Ольвухина, Вести.